всем огромный привет все показывают красоту а у меня реальный хаос и бардак начала я потихоньку поливать все свои растюхи постепенно выношу все на балкон ну вот это вот честно для меня это такой ужас я в астрале просто сейчас потихоньку начну разбираться за обзорим некоторые орхидеи на балконе мы хотим сейчас повесить сетку и все вынести на балкон ну что перейдем непосредственно к некоторым орхидеи мы посмотрим кто себя как чувствует это лудизия очень хорошо у нее подросли росты новые молодые также проклевываются новые моя лудизия сама себя опылила это были семенные коробочки видите как отличаются обычная засохшая цветоножка вот это и с коробочкой видимо они созрели тут без меня созрели они где-то за месяц-полтора на драгоценке то есть это происходит намного быстрее чем у обычного фаленопсиса либо башмака и они самоселом тут я даже наверное вижу где это произошло полностью на по всей пункте у меня валяются семена ну и цветонос уже на этой орхидеи нам вовсе не надо мы его просто уберем вообще я собиралась эту орхидейку пересадить нашла я для нее пластиковый горшочек вот такой вот продолговатый горшочек я думаю он как бы будет два раза больше и продолговатый он именно подойдет для нее он такой с автополивом люблю я такие вот горшочки в которых вода снизу все-таки находится и влажность поднимается и тем более для лудизии надо чтобы чуть влажнее было так что на очереди у нас пересадка орхидеи пока мы ее ставим на место смотрим следую дендрофал у меня нарастил кейков такие вот у него мощные корешули вообще я собираюсь по лету или к осени может уже ближе вот эти вот кейки именно посадить на блоке посмотреть что получится еще такой вот дендрофаленопсис он белый это я отсадила зеленочка такая небольшая для моей подруги здесь она его уже скоро заберет тоже масса корней у него таких хороших все любят корешули поэтому показываем всем корешули вершки и корешки он поедет жить скоро в другое место ладно перейдем к это сетку посмотрим что я еще честно говоря сама даже не смотрела что у них тут как они наверное вот тут вот вот тут будет просыпаться почечка не наверное а точно будет просыпаться она это одна единственная которая еще не проснулась это морковка с белыми цветами которую я купила в наличии которая была ее ее поливали пока меня не было ну честно говоря у меня муж и мама занимались не было дома нас моими орхидеями но и на этом спасибо полили и ладно хорошо полили даже то что не надо было мне вам уже даже сказала 1 напиши ты что они в покое что их трогать не надо меня стояли когда сетом стаканчиках а не мог полили и вот такое вот счастье проснулась с этой морковка конечно вообще кошмар она очень сильно сдулась немного начала подсыхать но это не страшно у нее пошел тоже рост я думаю сейчас немножко подрастет и я его уже начну активно поливать из все-таки если пошел рост она она как-то даст о себе знать и и останется в моей коллекции значит уже по-любому ну и самая ранняя морковка которая у меня проснулась это автодак я ее тут полила вот полили вот это вот почему-то не полили их это видно что она активно растет у него такой хороший молодой рост уже конечно значительный листья пошли сейчас я ее буду активно кормить потому что я смотрю удобрение хоть и стоит поливали тут но буду ее сейчас кормить аргавитом аргавит мне понравился именно со панга пей сейчас я покажу какая-то пей может чуть позже но морковка супер рост уже активно растет немного он поднял потому что она была сухая но я думаю адаптируется будет все классно я тут пока расставляем сога виви и вот у него это непонятное это при покупке когда мне пришло а тут край начал подгнивать я я его вырезала и подсушила он пустил же цветонос у него был вот это вот конечно мне печально но это конечно не самое главное да обломали ответвление видимо при поливе ну ничего страшного может вот этой спящей почки начнется тоже ответвление расти она так приподнялась ну а так цветоносик растет много цветочков я надеюсь будет было все хорошо корешки тут и виднеются где-то тоже думаю все будет классно с ним аска центру вот что что аска центру меня порадовал я теперь про него хоть что-то выставлю свет подождите решила поменять немножко дислокацию потому что абсолютно ничего не видно да аска центру корни отличные на стволе тоже начали расти корешки молодые я честно говоря я думала я приеду ему хана будь тоже корешки и у него растет маленький лист вот это тот центром который с розовыми цветами с последнего заказа митки если кому-то интересно обзор посылки есть можете посмотреть в общем такие вот корни классно полила тоже немного был суховат миниатюра которую мне подарили недавно у нее пошли вот молодые корни тоже нужно заметить привыкла уже к другому телефону не могу никак к старому опять обратно вернуться удобно все таки когда уже привык к одному а приходится обратно работать все с тем же с чем до этого работал у него тоже корни идут и старые вот растут и молодые корешки тоже вылазит листик у него подрос поливаю все активно обильно поэтому все мокренькое такое ночь лежала что вешаем все на свои места башмак безостановочно цветет это вот старый его цветочек это новый правда с ним произошла такая вот досадная неприятность как-то не обратили наверное внимание когда включали лампу лампа была чуть ниже то я уже подняла потому что она не надо и лампа касалась самого цветка и он вот подсох хотя но это вот молодой цветочек это старый самое главное что растения все живы и немножко может подсушены но цветы нарастут как бы сам сама туфелька еще держится может это даже я трогать и не буду чтобы дольше простоял цветочек а так бутончики вот закладка бутонов продолжается тургор листьев у башмака хороший поэтому тоже я его полила и ставлю на место также хотела показать может помните орхидея которая у меня упала все прикалывались что я такая корыстная и что вот моя корысть не дала все живо здорово и на пеньке на одном из выросла еще одна детка вот такая но я думаю если я ее сниму но не сейчас конечно потому что корней нету а в скором будущем может так под осень то к зиме у меня будет еще одна детка я думаю все таки еще подоить этот пенек корней у него вполне достаточно еще полить немножко воду надо слить второй пенек который от нее остался от этой орхидейки также растит очень хорошую детку у нее очень много корней вы можете заметить ее уже когда буду сейчас сетку на балконе сделаем буду переносить и скорее всего отсажу отрежу пока и пусть в этом горшке в кости не буду ее теребить вот это вот тревожить пусть нарастет массу хорошую зеленую и корневую и листовую и потом уже может в следующем году отсюда может все-таки с вот этой кочерыжки с этого пинка тоже что-то да и получится чем черт не шутить проверим мою корыстность еще раз ну а вот это вот детка это ту которую я сняла у нее также очень много корней она сейчас поливается тургор немножко потерялся потому что что она была засохшая вот можно видеть еще даже корешки до конца не напитались я только налила воду они все серебристого цвета корни такие ну я думаю отойдет растет у нее молодой лист думаю что задатки есть и все у нее будет хорошо час я немножко под выровняем чтобы укоренялась лучше вот такие вот экземпляры у меня получились думаю что будут еще потому что это орхидея мне очень нравится они очень большие цветы смотрим дальше тут в закромах оказывается один цветочек распустился уже без меня вот это да я уже честно говоря сбилась это такой 1 2 3 5 уже пять цветов на башмаке у меня получается есть такая вот новость вот такая вот не орхидей на еще красота очень люблю эту фуксию балеринку такую вот за ней ухаживали ее поливали она такая жирненькая сочненькая вся в бутончиках еще вся в цветочках сейчас я ее еще подпаиваю потому что немножко некоторые цветочки подзавяли хотя она видно что они еще продержались вот такая вот яркая сочная красавица а это психопсис у психопсиса где-то начал расти молодой рост не это очень обрадовало я когда ну когда только заметила вот подложила кусочек из ревяшки этой коры чтобы он не касался уже такой вот красавчик он сейчас поближе покажу вот новый молодой рост это хорошо но еще у этого психопсиса вы помните будет цветонос и он начал расти бутончик с окрасом поэтому возможно скоро увидим цветение тоже вот хотела пока тут удобрение стоит пользуюсь вот этим вот удобрением честно говоря неплохое я думаю вообще будет ерунда но мне понравилось активный рост и зеленой массы от него вот наблюдала я корешульки просыпаются везде на листики особенно вот на фаленопсисах это заметно так что кто не пробовал или задумывался о покупке можете приобретать неплохое удобрение то вот реанимашка у меня девушка вконтакте спросила ну что она там умерла нет не умерла вырастила вот два листочка один такой вот этот вот на краях подвял ну а второй листик она растит довольно хорошенький видны корешки пытается жить выживать тоже вот корешок видим как бы как бы борется за свое существование я не занимаюсь реанимации считаю что это потеря времени протерять листья честно у меня этого времени как бы и нет на это поэтому вот такой вот экземпляр один я купила хотела продать его сразу но потом его оставила себе и я думаю что что-то да у меня с ней получится все зелень зелень немножко цветочка для разнообразия красотка моя которую я выгибала правда немножко когда она висела на подвесе цветонос выгнулся уже в сторону солнца и вот нижние цветочки вот эти вот которые возле пальцами они повернулись к солнышку получилось что не спадающий такой цветоносик красотка моя любимая правит меня каждый раз цветение всегда ни разу не капризничаю всегда цветет очень мне нравится ее окрас когда она только распускает цветок она такого кирпичного цвета такая вот также цветает мельничка но мне тоже очень-очень нравится на это необычная крапинка фиолетовая белая такая уже цветочки цветают и цвет блеклый такой но вот тут вот в серединках она более темного цвета обычно это та мини орхидея которая принесла семенную коробочку как она ее только скинула она сразу начала цвести я ее кстати снимала но все что я снимала я уже не покажу потому что она на телефоне который наверное кому-то приносит радость но я все-таки надеюсь что может человеческое что-то сыграет мне вернуть телефон но не факт у меня тут малыши пока поливаются карандаши а ну а насчет всех остальных фаленопсисов все не буду показывать большинство растут листья не один есть растет у них у всех корни корни везде вылазит из горшков эти корни можно заметить не такой корни побед со всех дырочек пытаются убежать гиглипчик немножко потерял тургор но растет тоже вот молодой лист везде корешульки свои пускают тоже старается чувствует весну вообще что я хотела сказать то очень чувствует растение весну все корешки хорошие насыщенные напитанные такие новые молодые зеленые и очень-очень нравится когда растут листья я прям не любительница там съемок корней листьев цветоносов как многие любят ну так полюбоваться для себя как бы можно посмотреть как они все развиваются чувствуют это все каут красота молодого корешка которая впитывает водичку люблю я такое тоже но не люблю я это все снимать если честно я не любительница я люблю от пересадочки там распаковочки снимать а корешульки цветунки это все-таки на любителя а иридис чтобы засмотреть вчера я ее глянула она ту отсушила лист начал также вот тут вот подсыхать листик надо его сейчас будет обрезать вообще она начала отпускать молодые корни много где растущие кончики вот корешков раскуклились почти все корни молодой рост она растит тот который маленький вообще проклюнулся второй рост тоже растет как бы пути и и редко поливали можно увидеть корни уже которые у меня выросли хоть она и расти вместе корни но связи с тем что мне долго не было она немножко подсохла вчера я ее хорошо замочила сегодня я просто ее увлажню слегка и листья и корни все сразу под напитается хоть у меня и влажность нормальная и ей я думаю должно бы сейчас получше потому что я приехала домой а если я приехала домой должно быть получше всем к вот маленькая закономерность немножко струсим и повешаю ее на место а насчет влажность смотрим 23 окно закрыто немножко откроем обычно у меня так 21 19 градусов и влажность сейчас уже 61 это то что я попырскала возле него а так влажность самого утра у меня была 50 процентов как бы стараюсь чтобы ниже 40 вообще не падала поддерживать так вот 50 60 градусов ой процентов извиняюсь ну и напоследок с тонгопея вот пока меня не было она вырастала такой вот лист только почему-то она тоже его обожгла не знаю почему так случилось даже предположить я могу лист растет также когда я уезжала вот два молодых роста они были наверно вот такие вот маленькие совсем но уже сейчас они выгнали листы растут корни я смотрю вот тоже растут у нее подсмотрим корешульки класс растет колосится бутаница может будет когда-нибудь порадует у меня но пока зеленую массу набирает сейчас начну ее дальше продолжу удобрять органитом в мое отсутствие и и поливали только талой водой и и она растет потихоньку наверное вот я еще подумал вот так вот и и отделить потому что как-то с этой страны вообще ростом рост может через пару лет решусь на этом вот так вот такие вот дела потихоньку все расставляю привожу в порядок еще не смотрела даже как желает макселярия что у нее тут вот молодые росты тоже мы сдавали извиняюсь на сдавали макселярию я посмотрела растет молодые росты тоже тут вот пошли у нее что еще тут тоже вот просыпается была сухая тоже ее полила корешульки надо тоже ее удобрять листики уже растут молодые не раскрываются еще вот у меня так руки чешутся их так вот распрямляют они иногда слипаются из-за перепад температуры запретки класс класс классика нравится понравилось прошло пару дней вот я наконец-то все разместила можно повесил сетку орхидеи жки все размещены часть осталось в квартире некоторые еще сейчас поливаются пересадки так все цветочки уже почти на своих местах потихоньку заполняю свою сетку психопсис начал тут потихоньку распускаться если словлю фокус то будет видно него тут начал расти еще дополнительно один бутончик уже потихоньку вроде как начинает раскрываться ну в общем то вот так вот уже расположились мои орхидей ки еще некоторые поливаю также когда сегодня расставляла все сейчас доберусь насчет пафа моего молоди все думала блин да в чем об немножко водичку все думаю ну почему же ну почему же где же где же новая розетка весна ему надо начинать расти ему надо начинать расти наверное орхидейный бог меня он слышал и да у него растет новая молодая розетка добавила я все-таки шкарлупу туда доломитку не купила не успела решила куриные шкарлупки туда добавить ну вот такой вот молодой рост молодая розетка начала расти влажность конечно тут поменьше чем держится в комнате еще 33 процента дендрофалка выпускает новый рост уже все крючка лосица все растет бутаница вот такая вот моя новая стеночка на балконе ну что на этом все всем спасибо за просмотр пока пока дендрофалка